друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка life мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей а именно сегодняшний киношедевр уралочки и сарафана да друзья мои сегодня они отправились на дачу и выложили таки ролик несмотря на то что сегодня воскресенье мне понравилась уралочка с самого начала она говорит ой сегодня такой день сегодня такой день мы приехали на дачу обдугани сегодня не учится поэтому мы взяли подмогу и решили убрать завалы снега далее друзья мои увидев обдугани который рванул к машине сторону машины уралочка закричала обдугани обдугани не ходи туда в машине тебе пока там нечего делать да друзья мои представляете такая молодец решает кому и где чем заниматься да странным образом обдугани почему-то не может идти в сторону машины не ходи говорит туда тебе там нечего делать уралочка я так понимаю ты переживаешь за содержимое машины наверное там скорее всего лежат какие-нибудь бутерброды друзья мои а может быть еще там какие-нибудь конфетки какие-нибудь пирожки да какие-нибудь чебуреки что-нибудь такое вкусненькое что взяла с собой уралочка зная прекрасно что они конечно же обязательно проголодаются да но они могут и в кафе конечно заехать и в столовку заехать да но при всем при этом я уверена что какой-нибудь сух паек у них обязательно имеется в машине конечно же и видимо уралочка очень сильно испугалась если обдугани пойдет в сторону машины усядется в салон автомобиля то ненароком может стрескать все что как говорится не приколочено да далее друзья мои наша молодежка наш свадебный этот знаете генерал да который привык все решать все значит да за всех решать переключила внимание на некую собаку да которая опять метит без конца им участок отговорит бегает тут повадилась говорит какая-то собака бегает тут говорит без конца метит снег уралочка знаешь я вот о чем подумала а может быть это не так собака про которую ты подумала да но не та которая на четверих лапах да на четырех лапах нет может быть это сарафан этим занимается а как знать да кто его знает может быть сарафан тебе уже дает понять медленно не но верно да не мытьем не нытьем так скажем нукатаньем сарафан пытается дать тебе понять что мол типа ничего не знаю моя хата с краю это мой участок это я здесь провожу огромное количество времени и метит метит собственно свою территорию далее далее ребята опять смотрю значит все предели ну а это как всегда болтает да и глядя на сарафана говорит а хозяин то все гребет и гребет все гребет и гребет ну да уралочка хозяин мы знаем прекрасно кто в доме хозяин можешь рассказывать эти сказочки про то какой здесь хозяин сарафан кому-нибудь другому ну либо той собаки которая собственно метит эту территорию да либо своим дурачкам хомячкам которые верят во все что угодно друзья мои да поверят во все в то что скажет уралочка обязательно далее далее вы знаете мне понравилось когда сарафан начал топориком разбивать снег возле уралочки прям вот прям возле уралочки я знаете что подумала что это было наверное скорее всего какой-нибудь специальный ход конем да потому что когда он разбивал вот эти вот замороженные комья снега конечно же остатки да вот эти вот вот эти вот коми да от них летели в разные стороны причем с такой с достаточно большой силой я вот думаю если бы уралки прилетел бы какой-нибудь ком в голову ей было бы ну точно сто процентов неприятно а сарафан нет бы сказать уралки отойди да я тут могу тебя сейчас травмировать там ли еще что-нибудь нет он продолжал активно это делать друзья мои прям надо было взять и топором да знаете вот глядя на этого косорукого хозяина я бы испугалась я бы на месте уралочки отошла бы подальше потому что кто его знает он так знаете старался старался что ненароком топорик мог полететь и в сторону уралочки далее далее ребята абдугани интересуется уралочки а где арсенал его холодного оружия на что уралочка так резко отвечает ему не знаю спрашиваю папы я в твои ножи ножички не играю да друзья мои что-то здесь не так сдается мне вы знаете вот а можно было ответить ведь а споспокойно да без эмоций так скажем не эмоционировать в сторону абдугани ну что он спросил а где мама мои ножи да но можно было ответить я не знаю да я значит собственно ими не пользуюсь да и так далее но нет уралочка ответила резко вы знаете друзья мои мне кажется уралочка все таки послушала нас с вами конечно же послушала да что ненароком могут ее почикать знаете как говорится по тихой грусти и решила перепрятать все это добро ну вот этого абдугани куда-нибудь подальше да друзья мои куда-нибудь подальше как говорится у шкафчик где-нибудь закрыть все это дело и собственно чтобы знаете мало ли что как говорится правильно уралочка здесь я с тобой целиком и полностью согласно как известно лучше перебдеть чем недобдеть далее далее я смотрю на абдугани ребята тот как всегда легких путей не ищет залез в самый большой сугроб возле возле значит а курятника ну и залез туда понятное дело там конечно весь в снегу уралочка в этот момент увидев ту вот эту вот картину запричитала ой сейчас будут все штаны мокрые куда ты полез вылезай давай да друзья мои в общем я смотрю что все-таки сарафану и абдугани там не скучно нет несмотря на то что казалось бы да вот они работают вот эта монотонная работа но в кои-то веки вышли там помахать руками помахать как говорится топорами и лопатами да но все таки им не скучно они работают им знаете никаких аниматоров не надо потому что тут же на заднем плане с камерой на перевес в руках у нас работает трещотка трещит как сорока рот не закрывается и вы знаете глядя на снег который как раз таки лежал на крышах да на крыше курятника других сараев и так далее на крыше парников она мечтательно произносила ой пирожки как будто а это прямо как кушманы такого масла да друзья мои бедная малоешка бедная наша припевочка бедная наша лялька полкило она говорит да 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 что то в этот момент есть сарафан протягивает перчатки на что уралочка тоже констатировала мол заботиться обо мне перчатки дает ну да вы знаете послушав уралочку они муж всегда заботятся да то перчатки даст то знаете ли лопату поменьше по поднос сунет но вот мне тогда интересно почему же ее муж никогда они не заботятся всякий раз когда заставляет уралку готовить что то такое то что ей есть категорически нельзя да почему ее муж никогда не хочет вместе с ней дабы поддержать ее ну так скажем не то что даже на диету сесть да а просто хотя бы заняться своим здоровьем своим так скажем телом и так далее ведь можно было бы сделать это совместно да и это было бы полезно уралки и он бы ее поддержал и она бы могла все-таки немножко скинуть и ей бы самой стало бы конечно же легче но нет друзья мои а в этом плане сарафан они даже близко не заботятся по моему кстати наоборот да давным давно делает абсолютно все чтобы уралочки стало не очень так скажем хорошо ну а далее наша малоеха констатирует что она-то мол не просто так стоит да да я говорит сегодня вместо оператора я-то говорит часто бываю вместо оператора ну и обсуждает обсуждает друзья мои значит план барбароса да какой еще рядом должен быть непременно там курятник для несушек туда-сюда знаете что мне понравилось со стороны уралочки вот в прошлый приезд уралочка нам так часто доказывала ой я да я так хочу да я вот так люблю покидать снежок лопату и так далее но тут вы знаете что то как то вот я не видела чтобы уралочка прямо схватилась опять же друзья мои я сразу говорю что я делаю свой обзор только на первую половину ролика уралочки может быть она там в дальнейшем и схватилась да потом я буду делать продолжать на вторую часть своего да второй свой обзор на вторую часть ролика уралочки не знаю но опять же если бы она так сильно хотела да так скажем помочь да посодействовать поучаствовать физически себя немножечко нагрузить и бы это точно не помешало она бы могла схватиться за эту лопату собственно сразу же по приезд ведь камеру можно было бы отдать и абдугани страшного в этом ничего нет далее далее уралочка кричит что надо чистить за курятником да друзья мои вы знаете я смотрю она выговаривает опять абдугани недовольна его работой что-то сегодня вообще уралочка абдугани исключительно недовольна вроде как говорится уже и пятерочник да как уралочка его назвала пятерочник да ну вернее нет она сказала что он стал получать пятерки по английскому языку мы посмеялись и я назвала его пятерочник друзья мои не отличник а именно пятерочник да но что-то сегодня несмотря на все на это уралочка прямо как-то неровно дышит кабдугани в плохом смысле этого слова знаете прямо косяка давит но видно видно друзья мои что сынули ее что-то не радует ну и что дальше глядя на снег вот как раз таки она и произносит ой как масло прямо на снег как масло а не снег бедная друзья мои наша красопета бедная вы знаете она уже как кашпировский да пытается пытается гипотизировать сарафан и абдугани дабы и они захотели друзья мои поесть да уже не знает им как намекнуть на то что давайте давайте бедная захотелось пирогов захотелось масло захотелось собственно поесть вот уралочка вы знаете заходит к ним так скажем издалека и с этой стороны про еду и с этой стороны про еду и с этой стороны про еду короче везде ей а уже мерещится жрачка постояла 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 ну и как бы знаете говорит ну что давай и мне лопату покидаю если чего ну да как уралочка хотела снег покидать мы уже поняли прекрасно в этот момент друзья мои абдугани занимается опять же своим делом но уралка прицепилась к нему говорит все как крот пошел рыться в снегу это она про абдугани да это на ему такой комплиментика говорится отвесила все весь весь ты уже и комбинезон ты видел вообще до этого свой вчера весь его устряпал и весь он был грязный сзади да друзья мои представляете уже и абдугани обосрала уже и на весь белый свет рассказала о том какой он засранец и как он засрал весь свой комбинезон вот скажите пожалуйста эту информацию надо было обязательно выкладывать и выдавать она гора я считаю что нет не стоило да можно было вообще об этом даже не говорить но уралочка любит у нас вот такие вот словечки в адрес кого-нибудь но только конечно же не в адрес себя самой вы знаете и тут друзья мои сарафан который работал 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 и представляете чё решил учудить а решил друзья мои сделать финт ушами и ход конем и сломал ту самую хорошую лопату которая у них собственно и чистила постоянно снег уралочка увидев друзья мои это не потребство тут же запричитала и говорит ой шафарчик ну как так ну это же была лучшая лопата ну что ты наделал что ты наделал он в этот момент хватает другую лопату схватил другую лопату и озвучил а вот этот лопат самый тупой сарафан ну собственно да ты знал что делать какую лопату ломать мы все прекрасно поняли достали тебя уже вот эти покатушки на дачу да сарафан решил весь инвентарь уралки попортить лишь бы только больше не работать ну а глядя на вторую лопату которая осталась целёхонькой друзья мои ровнёхонькой да как бы сказала уралочка да эту лопату вы знаете да сарафан сразу сказал а это тупой лопат да тупой так тупой друзья мои ну как вы уже поняли продолжение следует всех целую обнимаю всем пока пока и конечно же до новых встреч